Я очень давно искала рецепт этого хлеба. Точнее, я давно искала этот вкус. Для меня это вкус детства. Это тот самый хлеб за 25 копеек, за который меня совсем маленькой посылали в булочную. По дороге домой я обязательно отгрызала горбушку, потом получала за это втык, обещала, что в следующий раз обязательно донесу до дома целый батон, и потом все повторялось заново. Я очень любила вкус этого хлеба, но после 90-х он исчез. Нарезной батон остался, но вкус его не имеет ничего общего с тем, рецепт которого я все же нашла. Список ингредиентов для этого хлеба в описании под видео, а текстовая версия рецепта у нас на сайте. Ну, а начинаем мы с опары. В теплой воде размешиваем дрожжи и оставляем на пару минут. Нам нужна температура теста примерно 30 градусов, поэтому температуру воды делаем 32-33 градуса. Пара градусов уйдет в муку и стенки посуды. Добавляем муку и начинаем вымешивать. Обратите внимание, опара получается очень крутая, особенно сначала. Очень велик соблазн добавить воды и кажется, что это не промесить. Но через 5-7 минут ручного замеса получается вот такое густое тесто. Складываем его в шар и убираем на расстойку при температуре 30 градусов. Я использую духовку и ковш с горячей водой. Спустя 4 часа подошедшую опару обминаем и приступаем к тесту. Вода той же температуры, что и на опару. Соль и сахар размешиваем до полного растворения. Добавляем муку и кусочки нашей опары. Замешиваем. Тесто тоже достаточно крутое и в миске его месить неудобно. Поэтому, если месите, как я, руками, то удобнее перейти на стол. Замес руками на столе занимает примерно 10-15 минут. Миксером будет 7-8 минут на средней скорости. Но я предпочитаю тут месить руками. Во-первых, тесто очень крутое, тут нужен тестомес. Миксер может сгореть. А во-вторых, тесто приятное в работе и иногда надо помесить руками, чтобы не потерять навык. Спустя примерно минут 5 от начала вымешивания у нас получается вот такое крутое, не липнущее к рукам, пластичное и немного рвущееся тесто. Теперь добавляем жиры. В оригинальном ГОСТовском рецепте используется маргарин с жирностью не менее 82%. У нас такого маргарина днем с огнем не сыщешь, поэтому я заменила его на сливочное масло жирностью 82% и растительное масло. Оба вида масел комнатной температуры. Сначала добавили сливочное, немного вымесили и потом постепенно подливаем растительное. Вымешиваем еще минут 5. Тесто должно получиться крутое, но пластичное и с видимым развитием клейковины. Если у вас тоже нет маргарина с нужной жирностью, лучше не использовать только сливочное или только растительное масло. Это разные виды жиров, и они дают разный результат в готовой выпечке. Опять сворачиваем в шар и убираем в тепло на час-полтора. Это тесто у меня стояло примерно час-двадцать. Посмотрите, как оно хорошо подошло. Обминаем, скругляем и оставляем отдохнуть на столе буквально 3-5 минут. После этого приступаем к формовке. Из этого количества теста у нас получится 2 батона. Масса каждой заготовки примерно по 400 грамм. Раскатываем скалкой, как написано в старой книжке, под язык. То есть примерно до толщины полсантиметра. Ширина заготовки 26-30 сантиметров. Теперь берем маленький краешек, сворачиваем его к себе и хорошенько защипываем по всей ширине. Повторяем процесс. Скатываем таким образом наш пласт теста в рулет и тщательно защипываем края на каждой скатке. Делаем именно так, потому что тесто у нас крутое, и нам нужно, чтобы батон хорошо держал форму. С особенной тщательностью подходим к защипыванию шва. Подзащипываем края и обязательно подкатываем наш будущий батон швом вниз. Таким образом мы не только выравниваем будущий батон, но и еще лучше фиксируем шов и соединяем внутренние слои. Кстати, такие круглые концы не обязательны. В моей старой книжке сказано, что батоны могут быть закругленными, тупыми или острыми концами. Так что тут каждый сам себе хозяин. Сформованный таким образом батон перекладываем на противень с пергаментом для выпечки. Длина батонов примерно 26-30 см. Накрываем их пищевой пленкой и отправляем на расстойку. Тоже при 30 градусах, 50-70 минут. Что может потребоваться и больше времени, особенно если на кухне холодно. Батоны должны очень хорошо подойти, хотя бы раза в 2-2,5. На подошедших батонах делаем 5 косых надрезов под острым углом. И смазываем их яйцом. В яйцо я добавляю немного воды, буквально чайную ложку. Так и смазывать удобнее, и яйцо ложится более тонким слоем. Духовку разогреваем до 250 градусов. И при постановке хлеба температуру снижаем до 220. Печем с паром 10-15 минут, затем вынимаем пар и допекаем еще 10-15 минут. В общее время выпечки таким образом у нас 20-25 минут. В итоге должен получиться вот такой красивый хлебушек. Пока он горячий, у него очень твердая корочка, а при постукивании он должен издавать вот такой глухой звук. Это значит, что хлеб готов. Остужаем его на решетке и режем не ранее, чем часа через 2-3. К этому времени корочка размягчится, а мякиш стабилизируется. Хранится такой хлеб в целлофановом пакете примерно неделю. Не плесневеет и сохраняет свой аромат. Вкусного вам хлеба, приятного аппетита и до встречи на канале!